всем привет youtube привет вот очередная машинка у меня радовая называется джили скажу похожа она на камри предыдущего разлива в принципе все и по кузовщине и все вот встал вопрос делать крышу надо естественно надо разобраться ум вот это будет видео посвященную разборки снятию потолка кому-то она пригодится это в копилочку знаний я считаю что лучше один раз посмотреть увидеть чем экспериментировать иногда бывают машинах какие-то заморочки со снятием отдельных деталей обшивок и прочих какие-то нетрадиционные инженерные решения поэтому я вот такие видео снимаю выкладываю кому-то да пригодится точно так же когда я что-то разбираю я тоже в интернете смотрю но не нашел допустим такого видео я беру снимаю вот и выкладываю такие видео ну все поехали начинаем так надо включить наш салон вот она одна заглушечка здесь у нас тоже вот заглушечка стоит здесь ничего нету дальше вот примерно так же как на камре стоит плафончик и вот здесь вот таким образом красота сделано на стоечке здесь заглушка здесь вот они у нас ручки сейчас будем их снимать разбирать и здесь еще вот он фонарик у нас есть средней части так смотрим здесь здесь тоже самое вот у нас ручка здесь вот такие вот пистончики стоят на камре этого нету вот так вот здесь тоже самое заглушечка здесь есть и заглушечка у нас есть вот здесь начинаем потихоньку разбирать и постепенно я все это покажу как это снимается как разбирается и как все это устроить чуть-чуть подразобрал сейчас будем снимать начнем с чего вот с этих вот вещей здесь достаточно все просто вот так вот здесь есть такой прорез у него вставляем отверточку вот они шурупчики выкручиваем тут все понятно все это достаточно легко снимается теперь вот здесь по центру вот она панель с заднее лобовое стекло здесь вот такой вот ёжик стоит обычным классическим съемником снимается теперь вот такие две штучки вот такие вот штуки стоят вот здесь в этой части вот так они направлены но здесь все просто вставляем отверточку до щелчка проворачиваем под 45 градусов и она просто-напросто выходит так что тут все достаточно просто пока во всяком случае здесь тоже самое мы снимаем вот что дальше вот по одни части вот мы видим там пластиковая клипса 1 пластиковая клипса 2 здесь здесь на вот таком поводочке шурупчики вот он шурупчик лежит вот я выкрутил это чтоб не терялись вот такие поводы поехали дальше здесь тоже самое на поводочке шурупчик вот здесь это мы уже рассмотрели поехали дальше здесь откручивается шурупчики ослабляется вот эта часть у нас но вот таких отворотиках от их там несколько штук с каждой стороны вот мы видим здесь по идее должны быть саморезы вот два штучки но их нету там на клипсах это все дело переходим сюда значит что у нас здесь вот здесь у нас стоит сейчас покажу вот такая клипс очка вот видно это клипс очка у нас обычный ёжик вот такой стоит обычным клипс одером все это вынимается что касаемо здесь вот стоит поддержка ну тут все просто вот выкручиваем шурупчик и ложим на место это понятно мы уже проходили вот снимаем значит что касаемо здесь вот она накладочка здесь вот стоит ее можно снять тоже защелочки примитивно все снимается так поехали дальше значит вот здесь вот на стойке вот она стоечка которая стоит тут тоже немножко по типу как на камре сделано значит во первых вот здесь верхней части вот здесь у нас стоит просто заглушка тут никаких ни шурупов ничего нет она вот на такой клипсе защелкивается понятно вот в этом месте выходит вот такой поводочек который держит не знаю зачем он тут нужен просто обычную клипсу можно было поставить но посчитали нужным поставили это есть все снимается тут вот обычные защелочки переходим дальше так называемая очечница вот такие вот два шурупчика стоят вот в этих местах вот они два места в очечнице дальше я пока не разбирал как разберу дальше сниму как там дальше разбирать да еще один момент значит здесь как мы видим непростые солнцезащитные козырьки на них у нас и подсветка и зеркало и вот здесь обыкновенный разъемчик папа-мама его тоже надавливаем выщелкиваем я специально снял и снимается солнцезащитный козырь такой небольшой мелочи но как бы я его просто пропустил вот в этом месте берем вставляем и вот так заглушечка отходит она тут на обычных таких защелочках вот сюда защелкивается в пазы здесь опять же у нас под вот такую вот обычную отверточку берем и все это дело откручиваем и снимаем так что тут пока что более-менее все просто вот здесь от надо просто-напросто отжать вот это вот место здесь вот в этом месте такие вот ушки у нас с разводами отставить ларчик просто открывался значит вот здесь выкручиваем два самореза вот они здесь включены и здесь вот они два зуба вот просто вынимается эта очечница вот так вот вниз выворачивается без всяких заморочек я пошел по сложному пути вот снимал разбирал аккуратно а тут все просто вот он один зуб вот он 2 вот так она стоит у нас и и вот так вот вниз выворачивая и она просто вынимается и вот они два шурупа и и фиксирует так что я немножко погорячился вот и в принципе все тут вот она уже освободилась эта часть осталась у нас вот держит только вот здесь на стойках практически больше ничего тут все остальное вот она как мы видим все освобождено поехали дальше сейчас вот снимаем отсюда но здесь опять же повторюсь вот на поводочке шурупчик разобрано в принципе все снято кроме вот этого фонаря вот и здесь здесь вот такой зуб заходит аж сюда значит надо снять будет выкрутить вот этот болтушек вот снять эту часть она благодаря тому что она отойдет вниз и нам уже мешаться она не будет вот финишируем уже крыша в принципе везде свободно это все поснималось практически держится тут на этих местах чуть и сдвигаем вперед и все но сейчас финишируем здесь вот светильник на двух саморезах здесь держится снимаем аккуратненько крышечку вот поддеваем вот так она у нас стоит и мы ее рассмотрим здесь вот такие шипы вперед и она снимается вот два места есть вот одно место вот второе за них поддеваем и она легко отходит вниз здесь вот такой у нас фонарик вот два места вот раз и два под винтики вот такие красивые винтики резкость наводить ну вы уже поняли вот и все собственно никаких особых тут заморочек или проблем нету вот все достаточно легко и просто снимается и все это опускается вниз но естественно надо будет снять подголовники чтобы панель потолка легла чуть пониже чтобы было удобно работать вот и все вот уже больше ничего естественно снимаем вот эти резиночки опускаем их пониже вот и собственно разборка знаю там закончена сборка в обратной последовательности производит так вот крыша наша выглядит в разобранном виде вот эти вещи тоже можно под убрать вот здесь они на таких защелочках он они там можно и сжать и снять то же самое проблем как говорится небольших нет вот тут уже бронелинточка видно что-то видно подкладывали или прокладывали но говорится это уже не наш вопрос вот так вот крыша выглядит на ней три усилителя один центральный едва делят крышу пополам ну и вот здесь вот под зеркалом есть усилитель для монтажа плафона вот ну приклеена мягкий герметик вот в принципе крючком он будет проходиться такой вот он мягковатый герметик вспененная резина ну вот и все наверное теперь дефектовка и вперед